Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева. И обсуждаем мы сегодня тему действия вкладчика при отзыве лицензии у кредитного учреждения. Говорим мы об этой непростой теме вместе с Борисом Чистяковым, управляющим партнером компании «Effective Management Group». Доброе утро, Борис. Доброе утро, Анастасия. Я напомню нашим слушателям, что мы находимся в прямом эфире. Нам можно позвонить, задать вопрос или ваш комментарий, ваше мнение по теме, которую мы обсуждаем сегодня. Код Москвы 495, и сам телефон 651099,6. И также можно все то же самое сделать в письменной форме на сайте финам.фм, на страничке программы «Формула права». Борис, вот вопрос у меня к вам такой, вступительный, наверное. Скажите, почему, как вы считаете, сейчас, в принципе, эта тема приобретает особенное значение? Данная тема, на самом деле, стала очень актуальной в последнее время за счет того, что активность Центрального банка вызывает достаточно шумный отклик. Активность по отзыву лицензий у банков, у кредитных учреждений вызывает достаточно большую реакцию сообщества. Очень большое количество вкладчиков ныне объединяется. По части отозванных лицензий, то, что касается Смоленска, Самары, то, что последние, самые громкие были отзывы, вкладчиков насчитывается до 50 тысяч, например. Это достаточно большая категория. И все, что делает в последнее время Центральный банк, он, сообщество не может не реагировать, так сказать. Ну, одно дело сообщество, да, а другое дело конкретное физическое. Пока мы говорим о физическом лице, хотя, на самом деле, чуть попозже я спрошу вас и про юридические лица. Но, тем не менее, да, вот физическое лицо, которое имеет свои кровные деньги, свои личные. До общества и сообщества в этот момент, мне кажется, вкладчику дела особого нет. Да, ему хочется не потерять свои деньги. Вот что ему в этой ситуации делать тогда, да, если вокруг конкретного кредитного учреждения банка, ну, в первый момент идет шумиха, тут очень тонко, да, стоит ли паниковать или не стоит, а второе, уже когда произошел отзыв лицензии, тем более возбуждена процедура банкротства в арбитражном суде. Вот что делать? Ну, паниковать совершенно смысла никакого в этом случае нет. Либо все хорошо, либо поздно, да? Да, говоримся о том, что у нас отозвано за 8 месяцев, истекших около 50 лицензий. И это затронет, конечно, очень большое количество физических лиц. Когда я говорю сообщество, я имею в виду, конечно, сообщество людей, которые относятся, да, именно к банку, к банкам и к вкладчикам. Соответственно, паниковать совершенно не стоит. Даже если вы видите какие-то сообщения о том, что к тому или иному банку предъявлены какие-то претензии, это еще не повод для паники. Но обратить внимание на, например, такую категорию банков, как банки частные, стоит, потому что эти банки более рисковые. Они объявляют, как правило, для них единственный источник денег, основной, это все-таки вкладчики физические лица. И они играют, привлекая вклады по более рискованным ставкам. Всегда у коммерческих банков ставка выше, в разы, по сравнению с банками государственными. Вот если вы сравните ставки Сбербанка, Газпромбанка, первые ТБ, первые тройки, то, соответственно, увидите, что коммерческие банки играют в более рискованном пространстве и объявляют совершенно... Но далеко не все из них банкротятся. Да, но далеко не все из них банкротятся. При этом они очень заинтересованы при лечении вкладчиков физических лиц и привлекают их довольно много. То есть если взять последний случай, выплаты доходят по банкротствам уже, которые есть, а выплаты доходят до двух миллиардов суммарно и так далее. Это мы только берем тех, кто получает страховое возмещение. То есть здесь 700 тысяч пресловутые и не более. Это физические лица в том или ином варианте ИП и непосредственно физики. Ну, ИП по страховым случаям до 1 января, ИП не получали это возмещение. С 1 января они будут его получать по новым банкротствам, которые там могут быть. И, скорее всего, судя по динамике, они, наверное, все-таки будут. 700 тысяч рублей на человека. Вот смотрите, ну, самый простой вариант. Во-первых, кстати, сразу хочу сказать, что юрлица к этому не относятся, к тому, о чем мы сейчас говорим. То есть у нас только физические лица. Физические лица, ну, я уже даже не помню, сколько лет действует эта система страхования вкладов. Но в любом случае достаточно давно, да. И индивидуальные предприниматели, если страховой случай, то есть банкротство произошло, невозможность выплаты произошла после 1 января. Это тоже, кстати, еще может быть спорный вопрос, но, тем не менее, после 1 января уже 2014 года. А если у человека не более этой суммы, вот просто простейшие действия, какие ему нужно сделать? У физического лица или у... У физического. Мы сейчас говорим пока о физическом лице. Если у человека физического лица вкладчика или владельца счета, или владельца карточки дебетовой, да, потому что всех их касается страховое возмещение. Мы поговорим чуть позже, в каких случаях не выплачивать страховое возмещение, по каким, так скажем, вкладам или предметам, не покрытым страховым возмещением. Значит, действия очень достаточно простые. У АСВ все процедуры, если этот банк находится в системе страхования вкладов, все очень четко изложено на их сайте. Сайт Центрального банка также размечает информацию об отзыве лицензии и о порядке действий вкладчиков. Соответственно, в этом случае не паниковать. В среднем, по данным АСВ, любая процедура банкротства, если это банкротство, да, потому что есть еще и ликвидация, это отдельная тема, в течение двух лет примерно проходит, завершается. Соответственно, у вкладчика есть время без давки, без очередей, спокойно пойти и написать заявление либо в уполномоченный банк АСВ, а АСВ вывешивает списки этих банков, и, так сказать, в зависимости от масштаба бедствия, предлагает обратиться в то или иное отделение. Вот мой банк, например, агентами по выплатам стали Сбербанк и ВТБ. Сбербанк вообще очень часто становится агентами по выплате. Просто даже приходишь в любое отделение, там написано, по такому-то банку в такое-то окно вам нужно идти. Но тем не менее, хочу такой краткой резюме. Вот эта вот часть вкладчиков, которые имеют вклады не более застрахованной суммы на сегодняшний день за 700 тысяч рублей, да, я хочу о них сказать, условно говоря, и забыть, потому что их процедура коротка и, дай бог, безоблачно, если у АСВ деньги не закончатся. Тем не менее, да, то есть они, нужно зайти на сайт ЦБР или АСВ, если человек пользуется интернетом, у нас уже все практически пользуются интернетом, найти там информацию по тому банку, в котором вклад, и там, по сути, все будет написано, какие документы собрать, куда их предъявить, в какой банк прийти уполномоченный, и каким образом эти деньги получить. Их получить как быстро можно. А в течение трех дней, на самом деле, все достаточно просто, вы пишете заявление, вкладчик пишет заявление, приносит документ, по которому он открывал вклад, скорее всего, это будет паспорт, и в течение трех дней он, по идее, должен получить уже выплату. Да, если он ее не получает, то теоретически, по ставке на финансирование он может предъявить требования о выплате процентов за несвоевременную выплату. Выплаты начинаются не ранее 14 дней после отзыва лицензии, наступления страхового случая. Хорошо, забыли про эту историю, которая самая простая. Если у нас история сложнее, если у нас склад более 700 тысяч рублей, то есть человек все равно выполнил все то, о чем мы сейчас говорили, получил, дай бог, свои 700 тысяч рублей, но вроде сейчас все получают, я не слышала таких историй, чтобы отказали в выплате безосновательной. А на сумму, которую сверху, вот что с ней делать? Вот на сумму, которую сверху, ему придется любому вкладчику, который попал в такую печальную ситуацию, и, например, не воспользовался очень, в последнее время я слушаю, распространенным советом раскладывать все вклады в разные банки до 700 тысяч рублей, чтобы в случае, если наступит отзыв лицензии, ничего не потерять. Хотя бы. Соответственно, тут уже проблема в том, что вкладчик вынужден будет участвовать в процедуре банкротства банка, если это, опять же, банкротство. Потому что есть и случай ликвидации банков, при отзыве лицензии наступает момент ликвидации, но здесь, как таковых, проблем быть не должно у любого вкладчика, потому что подразумевается, что активов банка достаточно для покрытия. То есть нет признаков банкротства? Нет признаков банкротства, да, и активов достаточно для покрытия, так сказать, всех кредиторской задолженности, всех требований вкладчиков. Эта процедура проще. Но когда доходит банкротство, конечно, тут готовьтесь к тому, что два года вы можете заниматься этой процедурой. И не получить. И может быть получить не все. И может быть получить не все. Еще стоит сказать, собственно говоря, вот мы уже затронули тему того, что можно получить, а можно же и не получить даже при наступлении страхового случая. Например, вклады на предъявителя, то есть неперсонализированные вклады. Их не будут выплачивать. Если вы отдали деньги в управление банку, так же вы их можете не получить. Теоретически. То есть они не входят в предмет страхования и не выплачиваются АСВ. Да. ИП, соответственно, тоже не получали. Нотариус, адвокаты тоже не получали до определенного момента. Мы сейчас послушаем новости. Буквально две минуты после этого вернемся в прямой эфир. Продолжим обсуждать тему. Итак, мы продолжаем обсуждать тему действия вкладчика при отзыве лицензии у кредитного учреждения. Со мной в студии Борис Чистяков, управляющий партнером компании Effective Management Group. И я напомню, телефон студии, по которому можно позвонить, задать вопрос или поделиться мнением, или рассказать историю касательно темы, которую мы обсуждаем. Код Москва 495 и сам телефон 6510996. Также сайт финам.фм, там есть страничка программы «Формулы права». Все то же самое можно написать в печатной форме. Итак, мы обсуждаем действия вкладчика при отзыве лицензии у кредитного учреждения. Банально, банк банкротится, что у меня там деньги, что делать, условно говоря. Мы сейчас пока с Борисом обсуждали вопрос, когда речь идет о физических лицах. В первую очередь это просто обычные физические лица. И с 1 января, если происходит отзыв лицензии, то, соответственно, еще индивидуальные предприниматели тоже входят в данную систему. Их вклады тоже страхуются. И мы в первую очередь обсуждали, если сумма вклада не более на сегодняшний день 700 тысяч рублей, то ограничение, которое входит и застраховано в банке. Сразу хочу сказать, что для того, чтобы банк работал с физическими лицами и вообще в принципе имел право принимать вклады, он должен входить в систему страхования вкладов. Иначе это незаконно. Буквально маленькое резюме такое хотелось сделать. Мы обсуждали, даже если менее 700 тысяч вклад, но при этом его законно могут не выплатить, не является страховым случаем. Какие это? Во-первых, вклад на предъявители, когда не персонализировано то лицо, которое может его забрать. Во-вторых, это когда денежные средства переданы в управление банка, не в виде вклада именно в управление банка. Напомните, Борис, какие там еще у нас ситуации? Нотариусы и адвокаты, к сожалению, попадают в эту категорию. И, соответственно, специальные счета по учету драгоценных металлов тоже. Металлические. Металлические. Не попадут. Напомню, телефон студии еще раз 65 10 99 и 6, код Москвы 495. У нас звоночек из Сергея на линии. Здравствуйте. Алло, Сергей, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. У вас такая интересная передача. Вот можно я задам один вопрос от Борису, да? Просто вот гражданин нашей страны. Позвольте. Можно, да? Ну, если по теме программы, конечно. Да, нет, по теме, естественно. Скажите, пожалуйста, вот интересная штука такая получается. Вот я, да, добропорядочный вкладчик. Я вкладываю деньги. То есть это заработаны мои деньги. И я почему-то должен думать потом, да, как мне мои деньги вернуть. Если я кому-то из частных лиц отдам деньги и потом буду ссылаться на какие-то проблемы, то меня просто объявят мошенниками и посадят в тюрьму. Вот. В данном случае я не наблюдаю никаких репрессивных мер ни по отношению к руководителям банка, ни по отношению вообще к самому государству, который просто бандитским образом говорит. Мы вам 700 тысяч гарантируем, остальное наплевать. У меня есть такая мысль, что вот этот маленький, будем говорить, порог 700 тысяч обусловлен тем, что людям просто не дают вкладывать деньги в банки, стимулируя их на покупку дорогих машин, квартир, которые потом пустые стоят и искусственно взвинчивают цены, что это какое-то лобби, понимаете. Но не верю я, что банки могут лопнуть и не понести за это, самое главное, никакой ответственности. Вот такой сумбурный вопрос у меня, Борис. Простите уж, если я чем-то что-то не то сказал. Сейчас попробуем, я думаю, обсудить. Я единственный момент хотела сказать. Сергей, спасибо огромное. На самом деле банки, к сожалению, заговорился уже, лопнуть могут. Тем более в такой стране, как наши, где активы нередко бывают вообще дуты. То есть нарисованы банально на бумаге. Это если уж так говорить совсем откровенно. Ну а остальное, Борис, что скажете? Про ответственность. Вопрос номер один. Про ответственность. Да, вопрос я услышал про ответственность. На самом деле эта тема достаточно сейчас, мне кажется, актуальна. С точки зрения, даже вот недавно мы эту тему обсуждали с коллегами, спорили, что ответственность увеличивать надо. Вопрос только в какую сторону. Потому что если, ну, во-первых, банки могут лопнуть в кризис в Соединенных Штатах 2008 года, да, показал, что даже там стабильная банковская система может не выдержать определенные экономические циклы. То, что касалось их ипотечного кредитования. Соответственно, у нас частные банки, я уже говорил, что они более рисковые. Если вы выбираете инструмент сохранения или инвестиций, такой, как вклад, ну, тогда вы должны выбирать. Пойти в банк государственный. Вы сейчас на вторую часть вопроса, Сергей, отвечаете. Сейчас, да, секундочку. Или пойти в коммерческий. То, что касается ответственности, ну, вся ответственность, какая есть за неправомерные действия при банкротстве, за мошенничество и так далее, она практически. Да и за само банкротство иногда. Ну, эффективное, преднамеренное банкротство. Да, все эти составы, они есть в уголовном кодексе. Но, с точки зрения, если концептуально обсуждать этот вопрос, то ответственность надо увеличивать не в плане сроков, так сказать, наказания, лишения свободы, а скорее в плане нацеливания ответственности на то, что было объектом с этого преступления. Соответственно, выводя активы, лишая возможности вкладчиков вернуть собственные деньги, естественно, эти деньги переросли во что-то другое. В имущество, родственников, банкиров и так далее, и так далее. Вот на это имущество и должна нацелена быть ответственность. Ну, я, кстати, хочу напомнить нашим слушателям, раз мы заговорили по вопросу Сергея, нашего тоже слушателя, который в эфире его задал, по поводу ответственности. Есть еще в законе о банкротстве такая ответственность, как субсидиарная. В принципе, эта ответственность формально работает. Это ровным счетом то, о чем вы говорите. Юридические решения арбитражных судов достаточно много именно по банкротству банку и по руководству или лицам. Ну, там есть определенный перечень лиц, в принципе, которые могут отвечать. Что такое субсидиарная ответственность? Это когда банку не хватило его активов на то, чтобы рассчитаться со всеми своими кредиторами. И вот, грубо говоря, я сейчас на пальцах совсем упрощенно, вот на эту разницу, эту разницу взыскивают с тех людей, которые имели право банку давать указания, что делать. То есть частично, возможно, из-за их неправильных даже менеджерских каких-то решений, в том числе, не уголовных. Но банк потерпел крушение, стал банкротом и не смог в результате заплатить другим людям. Но вопрос у нас-то возникает, тут уже мы немножко дальше сейчас уйдем. Потому что решений судов таких, арбитражных, по привлечению к субсидиарной ответственности масса на огромные суммы, я вот нигде, честно говоря, не видела статистику по их исполнению. Потому что одно дело получить бумажку, да, но что, мы каждому вкладчику огрызем маленький листик от этого решения, да, там, в соответствии с его долей в общей сумме. Нет, людям и организациям нужны деньги непосредственно реально то, что они потеряли. А вот это взыскать уже сложно. В рамках исполнительного производства сложно будет взыскивать, так сказать, в том случае, если тот или иной владелец банка, предположим, понимая, к чему идет процесс, да, процесс долгий, происходит все не сразу. И, например, он мог предпринимать меры для увода имущества, переписывания их на других лиц и так далее. И тогда исполнять такое решение будет, мягко выражаясь, сложно. Мы сейчас говорим о своем собственном имуществе, да? Ну, а ответственность-то возлагается на него лично, если он имел право давать обязательное для банка указание. То есть у нас вот в законодательстве существуют механизмы, которые позволяют привлечь к ответственности и к уголовной, если есть основания, да, и к субсидиарной, например, то есть субсидиарная дополнительная ответственность. Но, тем не менее, реализовать это по-настоящему не всегда есть состав преступления именно, чтобы посадить человека. А если мы говорим о финансах, реализовать решение суда тоже достаточно проблематично бывает. Правильно я понимаю? Весьма, и надо понимать, что все-таки это экономические правоотношения, поэтому даже если мы ведем речь об уголовной ответственности, все-таки здесь первое это экономика вопроса. Вы тоже сторонник того, что все должно быть мягче. Мягче с точки зрения физических наказаний, но, так сказать, более строго в отношении возвращения имущества. Вернемся к этому обсуждению. Напоминаю, телефон студии, мы в прямом эфире 651099,6, код Москвы 495. У нас еще звоночек есть. Роман на линии, здравствуйте. Роман, слушаем вас. Алло. Хотелось немножко разобраться с темой страхования. Ну, на самом примере. Предположим, что есть вкладчик, который вложил 1 миллион рублей. В банк вложится банк, у которого в активах 500 тысяч рублей. Вкладчик получает 500 тысяч рублей по страховке. А дальше вопрос. В счет погашения вот этой вот страховки, если из этого банка изымается эти 500 тысяч рублей, и вкладчик больше ничего не получает? Или же все-таки он получает оставшиеся 300 тысяч за счет вот этих вот оставшихся активов? На пальцах я немножко перефразирую, потому что мне было сложно понять, Роман, немножко вашу такую аналогию для наших слушателей. Если неправильно я это сделаю, вы меня поправьте. Я так понимаю, что наш слушатель совсем упростил ситуацию до одного банка и одного вкладчика, условно говоря, и хочет понять. Вот у нас, если у банка есть некие активы, но их не хватает для того, чтобы выплатить этому вкладчику, вернуть эти деньги, при этом он банкрот, он застрахован в СВ, а СВ вкладчику выплатит, но тоже не хватает, суммы меньше. Вкладчик вложил больше, чем 700 тысяч. В нашем условном примере миллион. Соответственно, остались вот эти 300 тысяч. Те активы, которые есть у банка, будут возвращены в первую очередь АСВ в качестве компенсации вот этого резерва, или из них вкладчик получит свои недостающие денежные средства? Вот о чем, наверное, Роман хотел бы спросить. Механику, механику процесса. Механика процесса очень простая. Если предположить, что такой нано-банк существует не один день, и страховые вносы он платил, то АСВ вынужден будет заплатить вкладчику полностью сумму 700 тысяч. А он вложил миллион, ему еще 300 нужно. А вот за остальным уже придется идти в процесс банкротства. То есть в процессе банкротства, если хватает денежных средств, он свои 300 тысяч получит. Правильно я понимаю? У нас, кстати, еще очень серьезный вопрос, который здесь будет, и мы его обсудим, правда, уже в следующей части программы. Дело в том, что мы все говорим 700 тысяч, 300 тысяч, обсуждая, по сути, тело вклада. У нас есть еще, кроме тела вклада, есть проценты, потому что люди обычно несут деньги в банк для того, чтобы проценты получить, а не просто, чтобы они там полежали. Итак, мы выслушаем сейчас новости, две минуты, после этого возвращаемся в прямой эфир. Действия вкладчика при отзыве лицензии у кредитного учреждения. Это тема программы, мы обсуждаем именно этот вопрос сегодня. Я напомню, что у меня в студии находится Борис Чистяков, управляющий партнер компании Effective Management Group. Мы находимся в прямом эфире, телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать вопрос, либо все то же самое сделать в письменной форме на сайте финам.фм, на страничке программы «Формулы права». Ну и не только вопрос, а высказать свое мнение, дать какой-то комментарий. У нас до того, как мы слушали новости, у нас был вопрос нашего слушателя, который спрашивал, утрировал ситуацию до одного вкладчика, условно говоря, и спрашивал, если его вклад больше, чем гарантирует из-за страхованного СВ. С СВ он 700 тысяч получил, остатки грубые, сладкие, что-то осталось в банке. Вот он один будет претендовать на то, что в банке осталось, или АСВ тоже пойдет туда же претендовать, Борис? Мы не успели сказать, на самом деле, что оставшиеся в этом условном примере 300 тысяч он будет делить с АСВ. То есть они пропорционально, да, будут требовать и делить эти остатки, не хватающие остатки банка. Совершенно верно. Они окажутся в первую очередь по выплатам. Итак, напомню еще раз телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Мы обсуждали тему, связанную с физическими лицами индивидуальными предпринимателями. У нас есть звоночки, я думаю, что, Борис, мы ответим на них. Валентина Павловна у нас на связи. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Кратенько. Вы знаете, я вкладчик безбизнеса уже много лет. И дело в том, что вот я была, в общем, пострадавшая от кризиса 98-го года. Тогда совсем система другая была. Да, ну в общем, тот же банк, и он собственно существует, и вклады частично людям, которые остались жить в России, ну и жили всегда в России, как говорится, им вклады как-то компенсировали частично. А вопросы ваши? Буквально вот эти товарищи-представители банка, я пыталась в несколько мест обращаться, от меня просто отворачивались, и до сих пор это так. Валентина Павловна, спасибо за вопрос. Борис, сможете ответить? Мы говорим, напомню, наша слушательница задает вопрос по кризису 98-го года, это, конечно, не то, что мы обсуждаем сегодня, потому что совсем кардинально изменилось законодательство. Эмоционально понятно, а вот как поступить человеку? Есть какие-то шансы? Ну, я думаю, что с шансами здесь все достаточно призрачно, потому что банк, как таковой Сбер, наверняка прекратил свое существование вместе с развалом всей этой системы, тем более, когда мы говорим о другой юрисдикции. Мы же совершенно разные страны на сегодняшний день, поэтому говорить за Узбекистан невозможно. Что они сделали со Сбербанком после того, как они отделились, и он точно не остался в системе Сбербанка России. Я бы сказала, что, конечно, здесь нужно посмотреть документы, потому что в рамках радио достаточно сложно, во-первых, ответить на сам факт на этот вопрос, а во-вторых, ну, это немножко, не хочу долго останавливаться, потому что этот вопрос, конечно, немножко выходит за рамки того, о чем мы говорим сегодня. Сегодня мы говорим о том, что у нас уже, насколько я помню, около 50 банков лишены лицензии, то есть фактически идут либо под ликвидацию, либо под банкротство, большинство под банкротство. А это означает, что не будет хватать денежных средств, и не хватает уже для того, чтобы кредиторам погасить долги банка. И, соответственно, что на сегодняшний день, по сегодняшнему законодательству нужно делать вкладчику, если отозвана лицензия у того кредитного учреждения, где он держит свои денежные средства. Напомню еще раз, телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495. У нас еще есть слушатели, которые хотели бы вам, Борис, задать свой вопрос. Вот Фарид на связи, здравствуйте. Добрый день, Анастасия и Борис. У меня вопрос следующий. За неделю до отзыва лицензии у Инвестбанка я открыл депозитный вклад. Через две недели после отзыва я обратился в Сбербанк, который АСВ назначил агентом по выплате денег. Меня нет в реестре. Я подал заявление в АСВ 9 января. До сих пор нет ответа. Первое. Второе. Когда я три дня назад думал, что, может быть, меня уже включили в реестр, обратился в Сбербанк, там уже от 16 января отказ. Скажите, что делать? В течение какого срока АСВ должно дать мне ответ о включении меня в реестр, либо не включении? И если оно мне отказывает, что мне делать? Подавать в арбитражный суд? Это первый вопрос. И второй вопрос. Кто мне возместит в пытки, связанные с тем, что я вовремя не получил свои деньги обратно? А у вас обычный вклад, да, Фарид? У меня валютный вклад. На 50 тысяч долларов я имел глупость открыть за неделю до отзыва в Сбербанк. Но не на предъявителя, просто именно вклад. Нет, обычный вклад. У меня есть подлинник договора, у меня есть подлинник приходного кассового ордера. То есть с этими документами все в порядке. Ксерокопии их я приложил, будучи на Таганской. Ну, по-моему, когда писали заявление ваше. Да, да, да. Где я писал заявление, да. Спасибо, Борис, за вопрос. Спасибо. Что скажете, Борис? Ну, вообще, на самом деле, очень странно, что АСВ не отреагировало. В течение трех дней они, вообще-то, должны уже были либо включить реестр, либо отказать. Значит, соответственно, отказ АСВ, можно написать претензию в самоагентство. Можно, соответственно, обжаловать, если это уже есть на бумаге, обжаловать этот отказ в суд. Вот. Какой суд? Арбитражный или обычный? Ну, арбитражный, в арбитражный, да. В рамках процедуры о банкротстве? Да, потому что в рамках процедуры о банкротстве будет открыто, в любом случае, еще второе окно для обращения кредиторов банка в течение двух месяцев после публикации в «Коммерсанте». У Фарита будет возможность обратиться с заявлением уже в арбитражный суд. Но, смотрите, у нас получается, что у слушателя, который задал вопрос, у него 50 тысяч долларов. Не хочу сейчас по курсу считать, но это больше полутора миллионов, да, получается. У нас, соответственно, 700 тысяч рублей – это только гарантированная сумма. Он в любом случае не попадает в ту сумму, которую даже если его АСВ включит и выплатит ему, правильно? То есть ему все равно нужно включаться в реестр. Все равно придется включаться в реестр. В любом случае. Вопрос только, в какой сумме ему включаться в реестр. По идее, он хочет получить хотя бы гарантированные деньги, а в остальное уже включаться в реестр. А раз уж такая ситуация произошла, что он за неделю до банкротства умудрился вот так вот неудачно сделать вклад. Но тем не менее, а получается, что сейчас, на сегодняшний момент, он должен целиком тогда уже включаться в реестр? Он не хочет, обоснованно не хочет? Не совсем обоснованно, потому что даже если вклад был в валюте, то АСВ должно пересчитывать его по курсу центрального банка в рубли на дату предшествия, дату страхового случая. Пусть пересчитывает, он же вообще отказал, даже рубль не хочет заплатить. 700 должны вернуть, должны вернуть, соответственно, а остальное, к сожалению, уже только в процессе банкротства. То есть в данной ситуации нашим слушателям мы так кратко, не глядя на документы, потому что мы всегда говорим о том, что нужно смотреть документы, ну работа такая у юристов, собственно. Но в общем и целом, общий механизм такой, нужно, во-первых, получить этот отказ в письменной форме, желательно, если это возможно. Хотя я думаю, что даже с самим заявлением о включении, на который не поступил в течение трех дней, ответ, это тоже уже достаточное основание для того, чтобы оспаривать законность бездействия в данной ситуации или действия агентства по страхованию вкладов. И в рамках дела о банкротстве уже в отдельном производстве оспаривать вот этот отказ, который состоялся в связи с его незаконностью. Из того, что нам слушатель рассказал, ну вот я не вижу законных оснований, но мы понимаем, что, наверное, они есть где-то у агентства по страхованию вкладов. Может быть, не попало в базу данных банка, например, этот вклад, может еще что-то, но нам пока это неизвестно, мы не можем никак прокомментировать. Я напоминаю, телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495, также сайт finam.fm, там есть страничка программы «Формула права», на которую можно написать вопрос или комментарий. Обсуждаем мы сегодня тему действия вкладчика при отзыве лицензии у кредитного учреждения вместе с Борисом Чистяковым. И у нас еще есть вопрос, Владимир на линии, здравствуйте. Алло. Слушаем вас, Владимир. Добрый день. Будьте добры, клиент мастер-банка имел валютный счет превышающий 700 тысяч, получил 700 тысяч и дальше включен в реестр. Меня интересует, в каким образом мне будет компенсирована оставшаяся сумма, учитывая то, что происходит с долларом, вы в курсе. И вот будет ли учитываться коррекция курса доллара при выплате и в какой валюте мне будет выплачено, так сказать, возмещение при... И будет ли, я бы дополнила, Владимир, выплачено возмещение, да? Ну вот смотрите... Ну уже после, так сказать, всех процедур банкротства, распродажи имущества, и не очень ли заинтересовано агентство по затягиванию этого процесса. Я так понимаю, что все действия этого ведомства оплачиваются, грубо говоря, из вот этой суммы вкладчиков, которые превысили 700 тысяч. Спасибо, жду ответа. Спасибо, Владимир, за вопрос. На самом деле вопрос у нас тот, который мы и в любом случае собирались обсудить. Просто у нас слушатели задают вопросы по телефону, и мы, конечно, на них в первую очередь отвечаем. Тем не менее, вот окей, у нас включился в реестр вкладчик. Дальше что делать? Что происходит дальше? Есть ли у него шансы? Про доллар, опять же, был вопрос достаточно важный. Ну, Владимир, два вопроса, по сути, было. Это какой курс и в чем будет выплачиваться. Выплачиваться, естественно, только в рублях, а курс на дату наступления страхового случая. То есть на дату отзыва лицензии? На дату отзыва лицензии. На дату отзыва лицензии. Дальше вопрос по процедуре. После того, как произошло включение в реестр, какова процедура, нужно ли что-то делать в вкладчику? Ну, по сути, дальше всем процессом управляет АСВ. Это будет совершенно обычное банкротство. Там различие только в количестве очередей, которым выплачиваются, соответственно, денежные средства. И единственное следует следить за самой процедурой. Как она проходит, назначена ли она арбитражным судом, что происходит с процедурой, назначена ли конкурсной. Потому что АСВ на самом деле не всегда, а в первую очередь, встает в уголе процесса. Сначала может быть установлен конкурсный управляющий, специально получивший образование. Это если у них нету, если они не включены в систему страхования вкладов. Если они включены в систему страхования вкладов, там только АСВ может быть конкурсный, насколько я помню. Не совсем так. Может быть и конкурсник, а может быть АСВ. То есть АСВ может конкурсника подвинуть и встать в угол процесса. На самом деле, законе вилка. Есть конкурсник, есть... Ну, мы не будем сейчас даже останавливаться. Тем не менее, в любом случае назначают конкурсного управляющего в лице АСВ или кого-то еще все равно на сарбитражный суд. Что нужно делать вкладчику? Он уже, видимо, назначен, он уже включился в реестр и там уже какая-то процедура происходит. Как-то следить, участвовать, может быть, в собраниях, получать информацию, быть активным вкладчиком пострадавшим. Либо что? Или вы сидите, ждать? Совершенно верно, за процедурой следить стоит. На самом деле, если речь идет, например, о Москве, то в арбитражном суде очень хорошо построена работа по электронному ведению дел. Любая информация о любом деле прекрасно и вовремя совершенно поступает на их сайт. Можно видеть этапы процесса, не выходя из дома, видеть, когда ввели процедуру. Потом, соответственно, процедура вводится не менее чем на год, продлевается на полгода. Смотреть процедуру, смотреть назначение, кто назначен конкурсным. И как дальше идет процедура по реализации имущества. Соответственно, если будет рассылка, участвовать в собрании, голосовании, выборе комитета кредиторов. Я бы здесь, кстати, такой немаловажный факт добавила. Во-первых, есть не только сайт арбитражного суда, где мы можем некие формальности посмотреть. Потому что там чем большее дело, тем сложнее даже юристу разбираться в том, что публикует. Это обоснованно, потому что там очень много отдельных производств есть. Есть еще сайт непосредственно агентства по страхованию вкладов, если оно выполняет функции конкурсного управляющего. По каждому банку, насколько я помню, есть эссеи, есть информация четко, что происходило, происходит. Будет происходить в том числе все объявления о проведении общих собраний. И в любом случае нужно такой вот совсем с другой стороны совет получать почту по месту своей регистрации, по месту жительства. Две минуты слушаем новости, после этого возвращаемся в прямой эфир и продолжаем обсуждать эту тему. Продолжаем обсуждать тему действия вкладчика при отзыве лицензии у кредитного учреждения. У меня в студии Борис Чистяков, управляющий партнер компании Effective Management Group. И я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. Телефон в студии 651099,6, код Москва 495. Либо можно в печатной форме задать вопрос или поделиться мнением на сайте финам.фм, на страничке программы «Формулы права». Но у нас есть звоночек в студии. Виктор, на линии. Здравствуйте. Добрый день. Банк «Монолит» вклад имею. Закончился 1 февраля у меня вклад. И ни процентов, ни суммы банк не отдает мне. Каждый день. Звоните, ходите, каждый день. Я справляюсь, деньги не подвезли. Центр ЦБ ведет проверку. А при чем мы вкладчики здесь? 20 дней я не могу получить вклад. Я думаю, что это... Я, честно говоря... Виктор, спасибо за вопрос. Я, честно говоря, по названиям-то не помню этот банк. Откровенно говоря, может быть, вы знаете. Но сам факт, если 20 дней не возвращают вклад, мне кажется, что тут более-менее понятно, что будет происходить, как будут развиваться события. Что считаете, Борис? Ну, я считаю, что это вообще квалифицируется с точки зрения закона банкротства, того раздела, который говорит о банкротстве банков, что больше 10 дней не выполняют обязательства. Это уже признак. Более 100 тысяч рублей, соответственно, больше 10 дней. Уже как минимум два признака, может быть. Ну, имеет смысл, наверное, в ЦБ написать письмо? Есть смысл пожаловаться в ЦБ, но, конечно, ситуация не очень хорошая, потому что теоретически все может как раз тем самым банкротством и закончиться. Вот смотрите, здесь ситуация какая? У нас есть официальный сайт Центрального банка cbr.ru, cba.ru. Сайт официальный, никакой рекламы нет в том, что я называю. Зайдите туда, посмотрите там информацию по этому банку. И, кстати, любой наш слушатель по интересующему банку может посмотреть там информацию. Он абсолютно открытый, там выкладывается часть отчетности, различного рода объявления, в том числе, если есть какие-то предписания банку. Ну, предписания сами по себе, они ДСП, но, тем не менее, если запреты уже какие-то открытые существуют, они там публикуются. Можно посмотреть, потому что вам могут говорить, что ЦБ проводит проверку, а на самом деле может никакой проверки не быть. И я нашим слушателям напомню, Борис меня либо провергнет, но, думаю, что, скорее всего, поддержит. И связано это с тем, что существует такое понятие, картотека ее все называют. Она действительно называется картотека. Туда включаются те обязательства, которые банк не исполнил в трехдневный срок. Соответственно, если в течение трех дней банк должен был кому-то заплатить, например, нашему слушателю возвратить его депозит или вклад, и этого не сделал, он уже давно должен быть в картотеке, видимо, вместе с другими какими-то людьми. Но очень часто банке, как только появляется отчетность по картотеке, она подается с определенной достаточно частой периодичностью в центральный банк, как только банк подает отчетность по картотеке, все, он уже у нас банкрот. То есть осталось вопрос только формальности, потому что, ну, я, конечно, условно говорю, но других, мне лично неизвестны другие варианты, потому что достаточно быстро отзываются лицензии. Правильно абсолютно Борис сказал, если 10 дней у нас не исполняется обязательство, то это прямой признак банкротства кредитного учреждения, прописанного в соответствующем законе. То есть тут даже уже ничего особенного придумывать не нужно. И в данной ситуации может так случиться, что вам говорят, вот это я как бы нашему слушателю говорю, что вроде как проверка и еще что-то, а на самом деле этого может и не быть. Поэтому в первую очередь нужно посмотреть, зайти на сайт центрального банка официальный. Можно, конечно, на агентство по страхованию вкладов, думаю, рановато, но можно. Есть еще различные сайты, не буду их сейчас называть, но тем не менее известные, в том числе сайты, на которых и официальные, и менее официальные, достоверные, тем не менее зачастую информация выкладывается. Можно еще посмотреть в интернете и получить какую-то информацию по интересующему банку, но в любом случае, раз такая ситуация произошла, нужно срочно писать претензию непосредственно в банк, и тут же жалоба в центральный банк. Потому что, скорее всего, это процедура, которая происходит у нашего слушателя, которым 20 дней его депозит не выдают вклад, закончится все тем же самым, вопрос только сроков, когда это произойдет. Вот и все. 65, 10, 99, 6, код Москвы 495, еще много чего хотел спросить у Бориса. Время у нас катастрофически заканчивается, у нас есть еще звоночек, давайте выслушаем. Евгений на линии, здравствуйте. Здравствуйте. Как раз короткий вопросик. Мне чисто интересно стало, а какой предел вообще возможности агентство по страхованию вкладов, сколько банков, в принципе, она может выдержать, выплатить страхование, если там закроют еще 10, 20, 30 банков. Какие вообще лимиты есть этой истории? Спасибо. Хороший вопрос, Евгений. Что скажете, Борис? Ну, на самом деле... Не лопнет ли у нас агентство по страхованию вкладов? Не будем ли мы его банкротить? Шучу, конечно, но тем не менее. Ну, если смотреть экономику вопроса, то все-таки пока еще большинство банков осталось, и большая их часть платит страховые взносы, поэтому я думаю, что в ближайшее время в ССВ ничего не будет. Ну, и у ССВ есть всегда опция, так сказать, взять деньги у государства из резервного фонда правительства Российской Федерации. Это прописано в законе, у них такая возможность есть. Поэтому думаю, что со ССВ в ближайшее время ничего не случится. Еще у меня вопрос такой, Борис, мы не обсудили, программа уже подходит банально к концу, не обсудили достаточно важный момент. Вот у нас есть вклад, люди... Мы частично затронули, как вопрос обозначили, а ответы еще пока нашим слушателям не дали. Есть вклад, тело вклада, 100 рублей, я положила банк 100 рублей, хочу получить все условные 101 рубль, потому что есть некий процент, ради которого я вообще иду в банк, потому что иначе можно положить под подушку. А, собственно говоря, вот тело вклада и проценты, каким образом они считаются при банкротстве, что здесь происходит, до какого предела начисляются проценты, выплачивают ли проценты агентства по страхованию вкладов и так далее. То есть все, что связано с процентами, вот здесь как мы... Лимит 700 тысяч в любом случае, даже если мы говорим о процентах, это первое. Второе, соответственно, если вклад с процентами, выплачиваем в конце вклада, вы можете их не получить. Если проценты капитализируются, то все скапитализированные проценты на дату наступления страхового случая будут выплачены в пределах суммы страхования. То есть в пределах суммы страхования нас интересует тело вклада. Если ранее начисленные проценты уже включены в тело вклада, уже включены, правильно я как бы так условно нашим слушателям рассказываю, то тогда они выплачиваются по стандартному принципу. Если они не включены, то они у нас... Что должен человек сделать? В реестр требований включаться или что? Что нужно делать? Идти в банкротство. Идти в банкротство, включаться в реестр. То есть здесь уже в процедуре банкротства. А это касается юридических лиц тоже? Вот мы про юрлица у нас три минутки остались. С юридическими лицами все еще намного сложнее. Им сразу придется идти в банкротство и, соответственно, проходить по всей процедуре и ждать реализации имущества, получения в оплату. Вне зависимости от суммы. Я, кстати, хотела нашим слушателям затронуть вообще наличие таких вопросов. Больше мы не успеем. Что касается в первую очередь именно юридических лиц. У нас же происходят определенные сделки. И вообще, в принципе, все, что касается процедуры банкротства, иногда сопровождается тем более заранее различной информационной... Я даже не знаю слово поддержкой, но некой информацией. И бывает, что люди начинают бежать из банков, обоснованно, необоснованно, по той или иной причине. Но есть такие положения законодательства, которые позволяют... Вот вы принесли, например, в банк платежку еще до банкротства. Я сейчас совсем на пальцах расскажу, достаточно кратко. До банкротства. За месяц до банкротства или за шесть месяцев до банкротства. Я имею в виду промежутки времени. Там просто немножко разные основания. Тем не менее, заранее вы еще не знаете, что банк обанкротится, потому что это еще не произошло. Принесли платежку и заплатили своему контрагенту за что-то, например. А позднее у нас уже, когда банкротство произошло, уже когда идет процедура, соответствующая банкротству в арбитражном суде отдельным заявлением, конкурсный управляющий оспаривает этот платеж как сделку. Тут немножко сложная права конструкции, но тем не менее. И при наличии оснований, они там такие достаточно расплывчатые, их можно применить почти всегда. На мой взгляд, это уже субъективная точка зрения, хотя я считаю, что она поддерживается, к сожалению, практика арбитражного суда. Вас могут потребовать восстановить остаток на вашем счете. То есть вы заплатили 100 рублей вашему контрагенту, я не знаю, там, за мытье полов клининговой компании. А у вас компания ладно, хорошо, а вы теперь эти 100 рублей себе обратно на счет положите, потому что у нас тут процедура. Вот что вы считаете на эту тему? Если есть какой-то информационный повод в отношении банков, которым компания держит деньги, бежать, не бежать, что делать вообще? Ну, я считаю, что бежать и паниковать не надо, да, особенно тем, у кого до 700 тысяч вклады вообще ничего не делали. Про юрлиц. А, про юрлиц. Рубль уже играет значение. Рубль играет значение, да. Бежать, конечно, я считаю, что бежать надо только в крайнем случае. Если вот, ну, не знаю, интуиция вам подсказывает, что все, с банком, вы же в него ходите, вы же видите, что с ним происходит, да, физически, в принципе. Вот. Ну, паниковать в любом случае, наверное, не стоит. Так или иначе, эти деньги потом можно будет другими способами получить. Какими? Ну, в том же банкротстве. В том же банкротстве. Ну, никогда никто не знает наперед, какие активы у банка есть на самом деле. Тем более рядовые вкладчики. У нас буквально минутка осталась. Я хотела бы нашим слушателям по поводу юридических лиц просто такой совет дать. Более внимательно относитесь к официальным в том числе, хотя иногда и к неофициальным информационным ресурсам. Я уже называла сайт Центрального банка, cbr.ru, ну, агентство пострахований вкладов, может, пока и не нужно, но, тем не менее, его сайт тоже. Смотреть и изучать, я не предлагаю изучать отчетность, потому что там уже специальные знания нужны, да, но нет ли каких-то специальных ограничений в отношении банка. И хочу напомнить, что нередко можно, к сожалению, оспорить и те сделки, которые были проведены, и те платежи, которые были проведены еще заранее до всякого банкротства. Поэтому здесь действительно, наверное, Борис говорит шестое чувство. Если сработало шестое чувство, могут все равно потом заставить остаток на счете восстановить, ну, правда, уже путем арбитражной процедуры специальной. Да, ну и плюс, соответственно, юридические лица все-таки, это бизнес, они должны выбирать более надежные банки в качестве партнера. Или в разные, как по 700 тысяч, да, физикам советуют. Но я бы выбирал просто более надежные банки. Борис, спасибо огромное. Я напомню, что каждый четверг в 11.00 «Формула права» в прямом эфире. На сегодняшний день мы прощаемся. Спасибо. 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 Спасибо.